Заходи на Зе Айон и фарми себе шматьё, там все рейды x1, доната нет и античит, ПВЕ реализован, сборка 3.0 хардкорна и покинет тебя скука, на Зе Айон найдёшь ты друга. Сервер по Айону с хорошим онлайном, заходи и играй, ссылка в описании. Хаюшки-шлюшки! Дорогие зрители, меня зовут Фил и добро пожаловать на моё видео, в котором я буду рассказывать вам, почему я ненавижу аниме. Почему анимешники полные ложки и за что я их презираю? Стоп, 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 я шучу, успокойтесь, не надо, не надо ставить дизлайк, не надо писать гневный коммент. Я лишь хочу порассуждать с вами на тему аниме, потому что каждый раз, когда я провожу прямую трансляцию, стрим, что на Твиче, что на Ютюбе. В чате очень много вопросов появляется на тему аниме, спрашивают моё любимое аниме, как я отношусь к аниме. Мне надоело отвечать на один и тот же вопрос, поэтому вот вам видео, в котором я изложу своё личное мнение по поводу аниме, мои переживания по поводу аниме, через что я прошёл, потому что у меня есть что рассказать. Ух, налил себе чаёк, потому что рассказ может затянуться. Короче, началось моё знакомство с аниме с Наруто. Совсем юные зрители меня, конечно, не поймут, но было время, когда по Наруто сходили с ума просто все. Для меня это выпал где-то шестой класс, шестой, седьмой и вплоть до восьмого. Была настоящая Нарутомания. Все начинали подсаживаться на Наруто, сначала кто-то не понимал в чём прикол, потом начинал смотреть, ему тоже нравилось, и все открывали для себя вот такой жанр аниме. Это было такое сильное помешательство. Я помню, сам офигел от того, как подошёл к своему однокласснику-другу. Мы начали болтать на тему Наруто, и я как-то вскользь сказал, что третий Хакаги, что он старикашка, не такой сильный, вот другие сильнее его. И после того, как мой одноклассник это услышал, он словил такой дикий прилив пафоса. Он взял меня за плечо и прошептал мне на ухо. «Если ты ещё раз при мне скажешь что-то такое про третьего Хакаги, то я за себя не ручаюсь». Это был просто ужас. Все так серьёзно это всё воспринимали. И что самое интересное, мы на переменах, и не только на переменах, на уроках играли в Наруто, на PSP, файтинг. Ох, эти времена, когда мы сражались друг с другом, постоянно ругались из-за того, что кто-то использует запрещённые приёмы, ну типа на одни и те же кнопки нажимает бесконечно, и не может выпустить тебя из станов, как говорится. Кстати, ставь лайк, если ты застал это время, потому что сейчас PSP, Наруто, файтинг, это уже как-то в прошлом. Я помню, даже популярнее тейки на этот файтинг был. Конечно, в большинстве случаев от Наруто фанатеяли мальчики, но были и прошаренные девочки, которые смотрели. У меня подруга вообще была влюблена в одного из персонажей Наруто. Я во всей этой истерии был тем чуваком, который знал печати, которые руками вот так вот делаешь, складываешь, и, например, получается у тебя ЧИДОРИ! Или же, например... КАТУМ ГОКАЧИНА ДжУЦУ! Боже мой, я бы вам сейчас показал, но немного стыдно уже в 22 года это делать. Ну, потому что аниме это всегда связано с подростковым возрастом, когда уже обычные мультики тебе немножко надоедают, и ты хочешь чего-нибудь серьёзного. И это очень подходит ко всей концепции аниме, как я считаю. Я думаю, что это мультики с намёком на серьёзность, потому что надоедает действительно смотреть постоянно какую-то фигню на Николодиуме, Джетиксе, и ты уже в виду своего возраста хочешь чего-то более осмысленного. И когда человек сталкивается с аниме, то он считает, что да, это что-то очень серьёзное, это что-то очень крутое. Но я, конечно, говорю не только о Наруто, а о том, что сейчас творится, потому что сейчас очень много разных тайтлов на вкус и цвет. И вот я думаю, что в то время особо как-то не была развита аниме-культура в России, по крайней мере. И анимешников было не так уж и много. Тем более интернет тогда ещё был не так сильно развит. Поэтому сейчас, вот в последнее время, я замечаю, что всё больше и больше людей фанатеют от аниме. И можно легко предположить, почему. Дети просто повзрослели. Тем, кому всего лишь 3 года назад было 11 лет, сейчас уже 14. И у них как раз сейчас наступает возраст аниме. Это просто расцвет. Когда у тебя очень много свободного времени, то у тебя переходный возраст, шалят гормоны, то ты смотришь аниме, разумеется. И я делаю такой смелый вывод о том, что аниме сейчас врывается в мейнстрим. Всё очень быстрыми шагами. И дело тут не только. В почти каждом школьнике, который я вот зуб даю, знаком хоть с каким-то аниме, и в принципе относится к этому лояльно, вы посмотрите вокруг. Сейчас очень много продукции, которые связаны с аниме. Что манго, что различные предметы из самых крутых аниме-сериалов. Ну, кстати, у меня самого сохранились некоторые штуки из Наруто, повязка на голову и амулет Наруто, который, кажется, ему Цунады подарила, я не помню. Но вот я хочу, чтобы вы понимали, раньше это было дефицитом. Ну, по крайней мере, в моё время. Я не знаю. Может, я жил в селе, и у всех нормальных детей всё это было. Но в моём окружении это было достать не так-то уж и легко. А сейчас просто глаза разбегаются, как не зайдёшь в магазин какой-то, связанный с гиками, играми, анимешниками, соответственно. Но, что самое характерное, аниме стали крутить в кино. И это не только работы Хаяо Миядзаки, но и другие, не совсем известные картины, которые всё-таки пускают в прокат, потому что считают, что мультфильм окупится, на него люди пойдут. Люди стали более-менее лояльнее относиться к этому жанру. Конечно, всегда будут и были люди, которые говорят, «Ааа, это мультики для детей, ну чё там интересного может быть, ты лучше посмотри фильм какой-нибудь». Ну, это вообще непонятно кто, то ли это биомусор, то ли быдло, или просто недалёкие люди. В принципе, их можно понять в том, что им трудно понять. Многим реально чужда чужая культура, они не умеют воспринимать новое, и поэтому возникают сложности. Особенно с аниме, где довольно характерный стиль повествования, немножко необычное поведение персонажей, и давайте будем откровенны, большинство аниме-тайтлов рассчитаны на детей. Ну, детей-подростков. Конечно, я не хочу никого обижать, но просто это факт. Если просто даже сейчас мне вспомнить, я могу сказать, что главный персонаж в аниме это обязательно мальчик-подросток, который обладает какой-то силой, на протяжении всего аниме он развивается, пытается владеть силой, обязательно показываются эти эпичные драки с криками постоянными. Этот экшен быстро меняется, разные цвета, японцы это вообще в принципе любят. Ну и конечно, создатели аниме добавляют капельку любви в свое творение, и оно сносит крышу всем подросткам. Ну, кстати, несмотря на всю шаблонность, все-таки из этого можно сделать что-то классное. Я, например, помню, как я смотрел Sword Art Online. Первые две арки я посмотрел, мне это аниме до сих пор очень нравится, и я могу сказать вам, почему это аниме все-таки хорошее, несмотря на то, что его сейчас хейтят всякие мейнстримофобы, которые считают, что что-то может быть незаслуженно популярным, все такое. Хотя я могу легко вам объяснить, почему это аниме было настолько популярным. Я его смотрел посерийно, то есть ждал каждую серию, это было в 2012 году, и тогда мне только-только исполнилось 17 лет, по-моему. И когда я смотрел это аниме, я понимал, что, в принципе, оно немного для меня детское, оно рассчитано на более младшую аудиторию, но, тем не менее, мне все равно было интересно, потому что сюжет завязывался на том, что люди застряли в компьютерной игре, в MMORPG. На тот момент я еще делал обучение по Йону, я до сих пор, у меня была вот такая горела любовь к играм, к массовым онлайн-играм, и это аниме было просто шикарным для того, чтобы погрузиться вот в этот момент, когда ты в игре, ты должен выживать, несмотря на все странные события, которые там происходят, и очень наивный, прописанный сюжет такой для детей, но там есть любовь, понимаете, и это для подростка, который играет в компьютерные игры, это просто идеальное аниме, потому что большинство подростков, которые смотрят аниме, у них как раз вот бурлят гормоны, им хочется познать что-то вот такое, может быть, немножко запретное, чего в реальной жизни еще не случилось, и именно поэтому вот популярные жанры такие, как эти, всякие гаремники, в которых очень много всяких эротических сцены, пошлых, всяких диалогов, я, если честно, никогда этого не понимал, зачем смотреть такое, ну типа, конечно, понятно, кто это смотрит, но это же так скучно, мне кажется, для меня аниме это Врата Штейнера, Евангелион, Психо Паспорт, Эхо Террора, Парад Смерти, Тетрадь Смерти, разумеется, и вот я реально не понимаю вот этих повседневных жанров, где просто ничего не происходит, показывается школьная жизнь, все такое, ну, есть реально что-то намного интереснее, чем это, не знаю, наверное, такое еще смотрят, потому что за окном жизнь как-то ужасная, в школе все плохо с коллективом, а когда ты смотришь хорошую анимешку, то погружаешься в что-то такое хорошее, светлое и доброе, вообще, я на самом деле считаю, что после хорошего аниме тебе вообще не хочется жить в реальном мире, потому что все настолько ужасно здесь, а в 2D мире так все прекрасно, что ты просто сука, не понимаешь, как так может быть, я, конечно, не против людей, которые сознательно погружают себя в иллюзию, чтобы сбежать вот от этого всего реального неприятного мира, я не хейчу людей за это, но все-таки мне кажется, что у некоторых может слишком сильно снести крышу на почве вот этого, и люди, ну, становятся реальными анимефилами, если так можно сказать, или 2D-дрочерами, да, вот это тоже я никак не могу понять, в чем прикол вот этих 2D-тяночек, которые просто красиво нарисованы, но люди по ним просто сходят с ума, и, кстати, вот для таких вот сумасшедших анимешников на Западе уже давно существует термин, как виабушники, и на самом деле в англоязычном секторе интернета, так скажем, уже давно троллят слишком повернутых анимешников, которые там, ну знаете, ужинают со своей 2D-девушкой, мужики наряжаются в косплее и кривляются на камеру, или просто кто-то пытается имитировать японскую речь и пищит кавай-ня, и это выглядит так стыдно, и знаете, они еще так влюблены в Японию, что хотят в нее переехать и считают, что самые лучшие люди живут в Японии, и такое заключение происходит только из-за того, что они смотрят аниме, то есть они не знают культуру этой страны, они не знают какие там обычаи, как относятся к девушкам, какие ценности у японцев, все, что они знают это они смотрят на этот радужный мир в аниме и думают, что там все будет так хорошо, но это очень глупо, очень странно, и вот из-за этого слишком таких странных анимешников на западе конечно же троллят, и у нас, как мне кажется, это появилось не так давно, я не помню, чтобы вот три-четыре года назад так активно хейтили анимешников, че пацаны аниме, вот эта вот мемная фраза с намеком на то, что все анимешники геи, ну это, ребята, очевидно, я хочу вам объяснить, что если что-то становится мейнстримом, то обязательно появляется какое-то контркультурное даже движение, которое говорит свое слово против, и как оказалось, анимешники очень ранимые люди, обидеть их не так-то уж сложно, и этим воспользовались провокаторы, которые просто выкидывают, знаете, всякие максималистичные фразы, аниме говно, аниме для пидоров, няша на ави, мать в канаве, ну вот такие вот даже жесткие вещи, лишь бы потроллить, короче, ранимых детишек, и это, видимо, работает, потому что до сих пор анимешники на это агрятся, хотя нужно просто не обращать внимания, каждый выбирает себе что-то странное, кто-то смотрит корейские сериалы, кто-то смотрит аниме, а кто-то задротит очень много в компьютерные игры, у всех есть какой-то уклон куда-то, чтобы сбежать от реальности ото всех, просто аниме-культура сейчас очень-очень развитая, и мне кажется сейчас вот полный расцвет происходит, потому что очень много детей подсаживаются на аниме, и поэтому всех это раздражает, даже я вот высказал в этом ролике некоторые вещи, которые меня бесят, хотя я люблю аниме, тут просто дело в том, что если вы школьник и смотрите аниме, просто не обращайте внимания на хейт, у вас самое клевое время, когда можно закинуть рюкзак куда подальше после уроков и смотреть любимую анимешку, но если вам конечно уже больше 20, у вас до сих пор кавайная 2D няша на аве, то наверное стоит задуматься, что может быть ваше подростковое увлечение немножко затянулось а так конечно аниме это прекрасно, японцы умеют делать что-то очень-очень тонкое, красивое и очень атмосферное, я вот люблю если честно смотреть аниме именно любовное аниме, где показывается любовь, взаимоотношения между персонажами, потому что ну вот в кино смотрю я эти любовные истории и просто им не верю, потому что ну не бывает в нашем реальном мире вот такая вот счастливая любовь, но когда ты смотришь это через аниме, то просто сознательно погружаешься в сказку и кайфуешь, поэтому я так всем рекомендовал аниме в аду если ты хочешь больше обзоров на опухолей и прочего вздора нажми на ебало мое курсора мы вместе познаем у ютуба позоры если ты хочешь рофлить пакеты пить чаек пока я пилю контент поставь палец вверх под видосом и может быть тогда я не лягу под колеса я не лягу я не лягу я не лягу я не лягу